всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life сегодня я хочу показать вам рецепт мяса которое я готовлю очень часто у нас его все очень сильно любят для этого нам понадобится для этого рецепта нам понадобится свинина вот такая вот 2 луковицы 3 в зависимости от того какой лук приправа которую вы любите у меня петрушка может быть кто-то еще укроп там любит так сухой чеснок грибы и майонез но майонеза нам понадобится совсем совсем чуть-чуть и так мясо я буду разрезать порционные грибы измельчать рук нарезать полукольцами ну и сейчас все покажу и и так лук я почистила грибы помыла и из того от того мяса которое вам показывала я буду брать половину я не знаю сколько это сколько это будет по килограммам и так мясо я нарезаю где-то примерно где-то на сантиметр толщиной ну такой вот где-то нужно тоньше можно толще кому как нравится я нарезаю так складываем его вообще я готовить очень люблю и поэтому занимаюсь этим всегда с удовольствием готовым катариночка у нас кстати тоже любит готовить и она готовит даже самостоятельно не только со мной самостоятельно какие-то блюта самостоятельно нашла в интернете там какой-то рецепт завтрака и готовила яйца запеченные в хлебе ну в общем это было интересно хотя готовить кушать все ну готовить нормально я начал уже наверно после того как вышла замуж и так как я и говорил урок мы будем резать полукольцами можно если вам нравится можно на четвертинками как я не ну совсем мелко мне кажется это будет не очень для именно для этого блюда если квадрат нарезать но это у корица крупная поэтому я ее все-таки на четвертинками сделала кстати когда мы жили в деревне мы сами выращивали очень много овощей лук в том числе выращивали и у нас катарина кушала лук прямо с грядки прямо зеленый лук рвало в возрасте сколько тогда получается годика три года прямо его ела видимо я ему какую-то ритамина не хватало он тоже смеется это он просто забыл как он прямо тоже любил поракомиться некоторыми вещами прямо с грядки вообщем она очень хорошо готовит бабушка и готовила моя покойная крестная мама от нее так сказать и пришло желание научиться научиться готовить и очень много каких-то ее таких типа секретиков кухонных которыми можно грубо поделиться вот я тоже от нее узнал помню я ей когда первый раз по моему это было даже грибной суп со сливками я там что-то тупила в общем я же говорю что я в принципе нормально готовить начал уже тогда а кстати вот грибочки мы тоже нарезаем ой я сейчас буду плакать лук очень сильно такой жгучий лезет а я еще не чувствую еще не чувствуешь но это потому что подальше стоишь и я звонила своей крестной маме ее кстати тоже звали Марина мне спрашивала у нее советы она мне в телефонном режиме рассказывала как готовить кушать потому что мне очень хотелось быть хорошей хозяйкой хорошей женой ой блин Антос как ты можешь стоять может у меня нос заложен так уже не в нос лезет а в глаза зай кстати по поводу вот для этого блюда нам нужен майонез вот этот майонез он очень 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 похож на майонез который продается на постсоветском пространстве и он по вкусу главное похож и в принципе а может это похоже зайка ну да он похоже я имею ввиду что вот есть майонезы мы покупали разных фирм и некоторые абсолютно не похожи и даже и пахнет не так вот майонез понятно ну в привычном для нас понятии а этот очень хорошо пахнет а сколько ты планируешь резать этих грибов всех всех все поэтому это выдачи снимаем тушь в воде по сторонам тут как-то так и я говорю папа это все замотает сделать нам быстрый перемот наш музей а я помню когда мы были в Беларуси и там дядя нам приносили в деревне где мы жили некоторые люди зарабатывали тем что ходили в лес собирали грибы мы в лес не ходили потому что там был достаточно дикий лес там были кабаны и волки и мы боялись я боялась вот и мы покупали у ребят которые этим занимались они в принципе профессионально этим занимались и в сезон они этим зарабатывали так грибы у нас тоже готовы сейчас нам нужно что сделать нам нужно немножко отбить мясо я отбиваю не очень сильно совсем чуть-чуть мясо по такому рецепту получается очень нежным очень мягким а ну и что пока вы всем этим занимаетесь вы уже заранее можете поставить разогреваться духовку я допустим ставлю духовку очень заранее потому что у нас духовка электрическая но к сожалению она наверное уже старая какая-то модель она у нас достаточно долго нагревается поэтому я уж очень заранее даже ставлю и сейчас я его все усыплю приправкой и оно немножко постоит здесь приправа такая вот очень интересная здесь и перец сразу ну она моя любимая поэтому мы ей много пользуемся и так пока мяско постоит немножко в приправке мы обжарим с вами еще лук и грибочки наверное натоши ветер у нас на сегодня передали очень сильный вечер на вечер на обочи поэтому наверно нужно будет сходить снять с двери украшения потому что обычно когда у нас 100% у нас сильный ветер потом наше украшение от дверей находим что в соседнем доме как жарить кстати мне как-то задавали вопрос на тему на каком масле я жарю сейчас я вам покажу масло и расскажу о нем это пока я буду мешать это вот такое вот масло это виноградное масло и я на нем жарю все начиная там скажем от конфет или каких-то там зажаров которые мне нужны стоит оно так здесь 2 литра в этой бутылке и стоит оно 3,99 покупаем мы его в магазине номер уна ну бутылки нам намного хватает потому что я не знаю насколько нам даже ее хватает в общем намного хватает оно скажем учитывая то что оно виноградное ни на запах и никак не отражается и это не будет если кто-то привык жарить все время на подсолнечном то особо скорее всего вы перехода не почувствуете но как мне объясняли что это масло у него ну в общем оно меньше горит а это более здоровый вариант мы на нем жарим и так будем обжаривать лук когда лук обжариваем наша цель его обжарить скажем не там до золотистых корочек а немножко обжарить чтобы он размягчился такой стал мягкий вот и мы тогда когда он уже в таком состоянии такой вот к нему добавляем грибы и грибы обжариваем тоже совсем недолго если кто-то хочет может когда добавляют грибы добавить еще чуть-чуть маслицы я не добавляю ну опять же грибы не выжариваем тоже до состояния прожаренности а немножко чтобы они стали более мягкими слегка обжариваем и вот наши грибочки уже обжарены и мы оставляем лук и грибы в покое и идем подготавливать мясо ну так мясо мы выкладываем на дно формы ну это же на форму ну катариночка зайку мы чуть-чуть записываем так выкладываем немножко даже листья поручилась чеснока сейчас я мясо еще при присыплю немножко сухим чесноком я мясо еще немножко для ароматика присыплю сухим чесноком совсем чуть-чуть и знаете что я забыла вам сказать что нам еще понадобится сын вот но он понадобится нам в конце так и зачем нам был майонез мы берем майонез и вот так вот его совсем чуть-чуть вы знаете некоторые ложат сметану некоторые я считаю что уж есть не делать то с майонезом майонезом это конечно жирный и неполезный зато вкус я со сметаной пробила мне показалось что это немножко меняется все-таки вкус блюда и так смазали когда мы все майонезом вот тогда мы уже несем наши грибы сейчас я возьму на штуку поставить так когда мы закончили смазывать тогда нам уже понадобятся грибочки мы берем грибы это сколько я поставлю и накладываем на мяско но это это асбургер это 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 и это 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 и это и и Раскладываем, распределяем по всему мясу. И, кстати, что удивительно, ну не удивительно, скажем, да, но раньше я считала, что пахнут грибами только лесные грибы. Но эти грибы тоже очень сильно пахнут. Хотя, конечно, конечно, невозможно сравнить с грибами из леса, потому что оно пахнет. Они даже в грибном супе, вот эти вот, именно вот эти грибы, которые мы вам показывали, которые мы в сам себе покупаем, они даже в грибном супе очень хорошо пахнут. Я, кстати, очень сильно люблю грибной суп. Готовлю его в нескольких вариантах и со сливками, и просто грибной суп с перловкой, который... Кстати, я совершенно недавно узнала, что есть очень много вариантов грибного супа и что так, как готовят в Беларуси, вот там с перловкой... Недавно при разговоре с одной моей знакомой, когда мы обсуждали, вот именно обсуждали грибы и приготовление грибного супа, я ей рассказала, что вот в Беларуси, значит, готовят там и с перловочкой, и лук, и всё такое. Она говорит, а у нас так не готовят. Она сама из России, Воронеж. Да, город Воронеж, но она там рядом с городом Воронеж живёт. Для меня это было удивительным, потому что я вообще считала, что Россия и Беларусь настолько близко, настолько у нас одинаковая культура, что для меня это стало удивительным. Так что рассказывайте в комментариях, как у вас готовят грибной суп. Итак, сейчас мы это вот уже у нас готово. Мы всё накроем блюдо наше, ой, мы накроем его фольгой. И после этого в разогретую предварительно духовку на 200 градусов по Цельсию мы ставим на 35-40 минут. Закрытая наша блюдо. Я по грибочкам ещё чуть-чуть пройдусь моей любимой приправкой, поэтому совсем чуть-чуть пройдусь. Так, и мы фольгой накрываем наше блюдо и ставим на 35-40 минут в духовку. Но я опять же хочу сказать, что не очень сложно говорить по времени, потому что я ориентируюсь именно на нашей духовке. Когда у меня жили в своём доме, у нас была газовая духовка, которая работала просто как зверь. Когда мы задолго до нашего отъезда в Америку, после продажи дома мы приехали к свекрови, в квартиру пожить на месяц, я очень долго привыкала к её духовке. Я просто не могла с ней работать. Итак, ставим предварительно розоветный до 200 градусов по Цельсию. Всё. И ждём. Также сегодня я хочу вам ещё рассказать о том, как готовить белорусское национальное блюдо, без которого, наверное, не обходится ни одно белорусское застолье. Это драники. Драники – это оладьи из картошки. И сейчас я вам расскажу, что для этого нужно. Значит, для этого нам нужно много картошки. Нам нужно два яйца или одно. Два маленьких или одно крупное. Эти, я считаю, маленькие, поэтому нам нужно два. Немножко петрушки, соль обыкновенная и немножко муки. И начать нужно с того, что начистить много картошки. После того, как вы устали чистить картошку, её нужно измельчить до состояния пюре любым доступным вам способом. Это может быть натертая картошка на мелкую тёрочку. Или это может быть при помощи кухонного комбайна. В общем, у кого какое приспособление есть. У меня есть старый, но проверенный, небольшой такой кухонный измельчитель. И я пошла это делать. Потом покажу вам, какое по консистенции, что должно получиться. Итак, после того, как вы измельчили свою картошку, неважно каким способом, хотя моя бабушка считает, что для того, чтобы траники получились хорошими, нужно пострадать именно стёркой в руках. Но мы воздержимся от этого. Должна получиться вот такая вот масса по консистенции. Сюда мы добавляем два яичка. Два или одно. Опять же, я говорю, всё зависит от размера яичек. Сюда мы добавляем соль. Сюда мы добавляем петрушечки немножко. Опять же, вообще добавляют укропчик, но я укропчик не очень. Поэтому я больше петрушечки. И сюда нужно добавить, я думаю, порядка... Вы знаете, честно сказать, я первый раз делаю это ложкой, поэтому мне сложно сказать, сколько ложек. Потому что обычно я, опять же, это делаю на глаз. Давайте 4 столовых ложки таких нормальных муки. И всё это хорошенько перемешать нужно. Я прямо сейчас могу чувствовать драники в моём урте. Наши дети очень сильно любят драники. Кстати, давайте все вместе поблагодарим нашего оператора. Сегодня он не доигрывает. Антоша, во что ты играешь? Робакс. Робакс. А как это игра называется? Ну, Робакс. Нет, нет, подожди. Игра в игре? Да, да. Вот как её именно это название? Где эти твои человечки там всё это? А, ну сейчас я и мой Саша мы в игре там, где можно получать бесплатные даджи, типа, если ты зашёл в игру, я смотрю. У меня один эксперимент. Как много ты можешь получить, пока Робакс говорит? Нет, тебе лучше. Решила ещё добавить, наверное, две ложки. Потому что я говорю, я не могу точно говорить какие-то пропорции в ложках, потому что как бы до этого я всё время это всё делала одноклассно. А, ну и ещё, естественно, чтобы ускорить какие-то процессы, потому что оно как всегда же готовишь, надо быстро всё приготовить, чтобы всё успеть. перед тем, как начать делать замес, ну, на наши драники, тесто вот это готовить. Я поставила разогреваться сковородку с маслом. С маслом, опять же, с виноградным. С этим, с тем, которое я вам показывала раньше. Всё, тесто у нас готово. И мы идём жарить их. Сейчас я покажу, как их жарить. Итак, как я и говорила раньше, что сковородку я уже разогрела с маслом. И сейчас мы будем накладывать наши любящие драники. Вообще, это, конечно, честно говоря, не самая здоровая пища. Это всё жарится в масле. Но это вкусно. И это наше национальное блюдо. И ждём, пока они станут золотистыми с одной стороны. Потом переворачиваем и золотим их с другой стороны. Жарим на достаточно сильном огне. У меня это, скажем, из 8 возможных я жарю на пятёрочке. Как это сказать? Выше среднего, скажем. Жарятся они достаточно быстро. Кто любит более зажаристее, можно подержать, скажем, не до золотой, до коричневой корочки. Но мы любим с золотой корочкой. Любишь драники, Антош? Вот я уже там здесь коричневый, но я уже... Я обвизилась. Могу там чувствовать. Вообще, я самостоятельной жизнью стала жить. Получается, в 15 я поступила и стала жить самостоятельно. И вот честно вам скажу, вообще, как бы готовкой не заморачивалась. Но драники я готовила. Я могла больше ничего не есть. Мы ели драники. Я жрала в общежитии. Мы с девчонками делали драники. Что мы ещё? А, мы картошку ещё отваривали. Ну, как истинные бульбаши, в основном это всё было связано. Ого! И так вот, переворачиваем. Там тоже тут уже слюнками. У меня прям уже, на самом деле, вот здесь. Ну, вообще, так как жарится это всё в достаточно большом количестве масла, то нужно быть аккуратным, не ошибается. Вот, когда они пожарятся точно до такого же состояния с другой стороны, мы их снимаем и накладываем на эту же сковородку новую порцию. И так, пока это всё не закончится. У нас сработал таймер. Это значит, что первый этап по нашему мясу закончился. Так. Близко, а не ближайно. Окей. Сейчас мы снимем у него фольгу. И, как я уже и говорила, я забыла про сыр вам. Сказать, сыр... А, где написано? Сыр вот этот, который мы покупаем в костке. Он уже измельчён. И так, мы посыпаем хорошенько наше мяско сыром. Так, и ещё сверху я немножко присыплю даже, скажем, больше для красоты петрушечки такой зелёненькой, чтобы было у нас наряднее. И ещё минут на 15, чтобы появилась красивая корочка, отправляем всё это дело в духовку. Вот у нас прошло 15 минут, и уже наше мяско готово. Оно покрылось вот такой вот корочкой. И всё, достаём его. Ну, вот мы и закончили приготовление наших двух блюд, которыми сегодня рецептами я делюсь. Вот, значит, какое у нас получилось мяско. И вот какие у нас получились драники. Дети уже ими успешно поужинали. Антоша, скажи, как вам понравилось? Да, очень. Я могу ещё брать. Вот. Я могу больше больше. Больше ещё больше скажи? Я надеюсь, что вам понравилось готовить вместе со мной. Спасибо за то, что просмотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вас интересуют именно такие кулинарные блоги. Я буду делиться рецептами, рецептами наших ежедневных блюд, праздничных каких-то блюд, десертов. И всем хорошего настроения. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. Рецепт Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова